Сегодня мы занимаемся базисами Грёбнера. В прошлый раз мы с вами обсуждали понятие системы Грёбнера, и там понятие остатка многочлена относительно какой-то системы многочленов. Давайте мы сразу скажем, что здесь мы работаем в кольце. В том же самом кольце мы и работаем. Так, и теперь хочется сказать, что вся эта наука, про которую мы говорим, она имеет приложение в первую очередь для работы с идеалами в этом самом кольце. Давайте мы скажем, нас будут интересовать идеалы в этом самом кольце R. И про эти идеалы есть некая общая теорема, которую мы с вами обсуждали на лекции, называется теорема Гильберта о болезни идеала. теорема Гильберта о болезни идеала. Что если у вас есть какой-то идеал в этом самом кольце R, многочленов от нескольких переменных над полем, то тогда что? Существует конечная система многочленов, которая его порождает. Вот это теорема Гильберта о болезни идеала. Давайте сразу скажу, что в общем случае для произвольных коммутативных колец вам вообще никто не гарантирует, что прям каждый идеал порождается какой-то конечной системой многочленов. В общем случае это, конечно же, неверно. И для кольца многочленов от нескольких переменных над полем вот это вот очень важное свойство. Ну и тут тоже следует отметить, что когда переменных у нас только одна штука, мы тоже с вами знаем, что там есть более сильное утверждение, что там всякий идеал является главным, то есть порождается одним многочленом. Вот когда переменная одна, то тогда всякий идеал порождается одним многочленом. Когда переменных несколько, то конкретно это уже неверно, однако верно, что всякий идеал можно породить конечным числом многочленов, и это очень важный факт. Теперь, как вообще работают с идеалами вот в этом самом кольце? Ну, как правило, особенно с учетом терема Гильберта Абазиса, то каждый идеал, как он задается? Ну, он, как правило, задается некоторой конечной порождающей системой. И после того, как у нас есть какая-то конечная порождающая система, дальше можно задавать всякие разные вопросы про этот самый идеал, ну, или даже там у ВАВа могут быть даны несколько идеалов, заданных вот таким вот образом. Про них можно задавать какие-то всякие разные вопросы. И вот мы сегодня как раз обсудим какие-то такие вопросы и выясним, как при ответе на эти вопросы помогают базисы Гребнера. Соответственно, вот мы сейчас поговорим, что такое базис Гребнера. И обсудим какие-то базовые задачи, которые можно решать про идеалы с использованием базисов Гребнера. Так, теперь, значит, терема Гильберта Абазиса Идеала я сказал. Что такое базис Гребнера? Давайте мы напишем сразу. Ну, для этого, опять-таки, нам надо зафиксировать лексикографический порядок. На вот этом самом, на множестве всех одночленов, да? На всех одночленов, на всех одночленах об этом кольце. Давайте я, кстати, сразу скажу, что тот лексикографический порядок, который мы с вами обсуждали в прошлый раз, он на самом деле определялся вот еще. Он еще определялся неким упорядочением переменных. То есть сначала мы сравниваем по переменной х1, потом по переменной х2 и так далее, да? Но я хочу обратить ваше внимание на то, что лексикографический порядок, он, в принципе, может задаваться по любому изначальному упорядочению вот этих самых неизвестных переменных. То есть, в принципе, мы можем их упорядочить в совершенно другом порядке и задать по этому порядку тоже лексикографический, построить по этому порядку лексикографический порядок, и он будет совершенно другим. Он будет совершенно другим, и все алгоритмы для него тоже будут работать, но будут работать по-другому. Ну, а в общем случае, как вы понимаете, на одном и том же кольце многочленов от n-переменок можно задать n-факториал разных лексикографических порядков, да? То есть, вот сначала вы должны упорядочить переменные, а потом уже отталкиваясь от этого упорядочения переменных, дальше вы строите лексикографический порядок на всех одночленах. И вот, кстати, сегодня вот в одной из задач ближе к концу мы с вами увидим, что там вот в зависимости от… Короче говоря, в зависимости от того, что требуется в задаче, там уже надо будет выбирать лексикографический порядок правильным образом. На это я хочу обратить ваше внимание. Но это чуть позже. Так, если вы определили лексикографический порядок на множестве всех одночленов, то тогда у вас что возникает в понятии там всяких этих элементарных редукций, да? Что там еще? Остатков многочленов по отношению к заданной системе и так далее. Ну, давайте мы сразу скажем, что такое базис Гребнера. За счет определения. Система F – это базис Гребнера идеала. И если… Мы выполним два условия. Первое, что эта система, она порождает идеал. И второе условие, что F является системой Гребнера. Система Гребнера, ну вот в том смысле, в котором мы разбирались с вами в прошлый раз. Вот это вот понятие базиса Гребнера. Значит, это порождающая система, которая является системой Гребнера. Хорошо, это было определение базиса Гребнера. Теперь давайте я сформулирую важную теорему, тоже которая была на лекции. Она говорит, она нам дает на самом деле некий набор эквивалентных условий, при помощи которых тоже можно определять понятие базиса Гребнера. Если у вас есть какая-то система многочленов, система многочленов, пусть у вас F. А, давайте я даже скажу так, что системная, не обязательно она должна в идеале быть. Ну, как бы из первого, вот здесь из первого свойства сразу вытекает, что эта система, все эти многочлены лежат в идеале, а в общем случае просто для системы многочленов. А теперь выбирайте систему многочленов из самого идеала. Из самого идеала. И вот тогда следующее условие эквивалентны. Первое условие, что как раз F – это базис Гребнера для идеала I. Второе условие – это что такое? Это для всякого многочлена G из идеала. G можно редуцировать к нулю при помощи системы F. И третье условие, вот оно наиболее экзотическое, и оно зачастую самое важное, что для всякого многочлена G, ну, давайте скажем, не нулевого, чтобы у него был старший член, существует такой F из вашей системы F, что старший член многочлена G делится на старший член многочлена F. Вот это вот третье условие. Вот над ним надо подумать. Над ним надо подумать, потому что само по себе оно звучит не очень естественно. И тут, если вы просто в первый раз его увидите, тогда может возникнуть ложное ощущение, что, посмотрите, для принадлежности многочлена идеалу, да, надо проверять, чтобы старший член всего лишь делился. То есть все остальные члены не имеют значения, что ли? Ну, вот какого-то такого рода мысли в голову приходят, если вот в первый раз видите, и как следует не обдумали это условие, но вот условие реально довольно любопытное. А именно оно формулируется в терминах исключительно старших членов, и может возникнуть ощущение, что от остальных членов ничего не зависит, но это неверно. Потому что вот именно остальные члены, они в явном виде влияют на то, является ли сама система базисом Грёбнера. Ну, в смысле, базисом сейчас является ли сама система, порождающая для идеала. Вот это важный момент. Так, ну хорошо, значит, смотрите, это была теорема. И теперь вот у нас есть несколько характеризаций вот этого самого базиса Грёбнера. И теперь сразу можно сказать, что, как решается, давайте сразу скажем, что задача вхождения в идеал. Задача вхождения в идеал. Очень важная задача. Значит, смотрите, дано, ну, собственно, идеал ВР. Да, и скажем, F – это базис, это базис Грёбнера. Давайте так, давайте так, в общем, сейчас, секундочку, я хочу задачу в более общей постановке сформулировать. Пусть у нас даны многочлены, даны многочлены F1 и так далее, FKT, и еще какой-то многочлен. Что требуется выяснить? Принадлежит ли многочлен G? Принадлежит ли многочлен G? Вот этому самому идеалу. И давайте назовем его порождаемым вот этим многочленами. Итак, выяснить, принадлежит ли многочлен G идеалу, порождаемым заданным многочленом. Что означает, что принадлежит? G принадлежит идеалу И тогда и только тогда, когда существуют многочлены H1 и H2. Такие, что уже представим в виде H1, F1 плюс и так далее, плюс HKT, FKT. Ну, вот, собственно. И давайте мы вот как раз посмотрим на вот эти вот условия и поймем, что сама по себе задача вхождения в идеал, она нисколько нетривиальна. Ну, то есть, вот вы смотрите на эту задачу и вообще говоря, не должно быть понятно, как, собственно, ее решать. Потому что, ну, тут, конечно, можно провести аналогию вот с тем, что вы имели с векторными пространствами. Да, если бы у вас вот эта вот F1, FKT, были какие-то векторы векторном пространстве, они порождали подпространство, да, то тогда задача принадлежности еще какого-то вектора подпространства, натянутого на данные, она, мы знаем, как она решается, да, там надо вот выразить все через какой-то базис, там надо составить систему ленинных уравнений, и, собственно, вопрос принадлежности, он сводится к совместности этой системы ленинных уравнений. Тут все понятно, да? Однако вот в этом случае, когда мы работаем уже с идеалами в данном кольце, тут ситуация будет такая, что вот там в случае с векторными пространствами вот эти вот H1, HK, они были скалярами, и там это позволяло нам составить некую систему линейных уравнений. А здесь это уже неизвестные многочлены. Это уже неизвестные многочлены. И про эти неизвестные многочлены, ну, вообще непонятно. А как искать-то? Как вообще выяснять, существуют ли такие многочлены H1, HK, что вот возьмете вот такую линейную комбинацию и получите G? В общем, в случае совершенно непонятно. И до того момента, как были изобретены базисы Гребнера, собственно, эту задачу решать, я так понимаю, и не умели совсем. При том, что задача вполне себе естественная. Ну и вот, если вы не знаете, как это делать, как бы тоже у вас будут некие проблемы. Совершенно непонятно, как определять, принадлежит ли данный многочлен G данному идеалу. Рождаем какой-то системой F1, FK. Вот. А оказывается, что если вы в данном идеале нашли базис Гребнера, то задача решается просто, не губо-алгоритмически. Значит, если... Давайте алгоритм. Алгоритм. Алгоритм решения, который... Вот и следует из всей этой науки, которую мы с вами тут обсуждаем. Первое. Найти в И базис Гребнера. F. Давайте его назовем. Второе. Найти остаток R многочлена G относительно F. И вот. После того, как вы эти два шага проделали, тогда ваши задачи решаются уже очень просто. Значит, ответ такой, что G принадлежит идеалу, и тогда и только тогда, когда остаток равенную. Тогда и только тогда, когда остаток равенную. Соответственно, вот это вот некий алгоритмический способ нахождения, в смысле решения задачи вхождения в идеал. Но, понятное дело, что вторую часть вы уже в данный момент делать умеете, находить остаток многочлена данной системы. Это простая процедура. И чего вы делать еще не умеете, это вот как найти в идеале базис Гребнера. Вот это мы сейчас тоже с вами обсудим. Собственно, стандартная задача нахождения базис Гребнера Гребнера, она принимает на вход какую-то систему многочленов, которые просто порождают идеал. И дальше вот по ней уже строят базис Гребнера. Соответственно, как построить базис Гребнера? Как построить базис Гребнера? По F1 и так далее FK. Ну вот тут у нас есть алгоритм Бухбергера. Алгоритм Бухбергер говорит, что. Так, что он говорит? Он говорит, что нужно для каждой пары многочленов посчитать из многочленов. Ну или вообще надо перебирать все пары, короче, перебирать все пары и меньше G. Считаем S многочленов и ТВ-Джитого. Дальше Редуцируем его к остатку. Давайте так, для каждой пары. Считаем вот этот вот S многочлен. Дальше его редуцируем при помощи к остатку. И делаем следующее. Если остаток равен нулю, то продолжаем просто. Ничего не делаем, продолжаем. Иначе. То есть, если R не равен нулю, то добавляем R к F и продолжаем. Ну вот, собственно, весь алгоритм. И утверждается, что этот алгоритм, он рано или поздно закончится на такой ситуации, когда у каждого S многочлена остаток равен нулю. Вот тут вот такая вот идея. Значит, этот алгоритм Бухбергера, вы перебираете все пары, насчитаете для каждой пары S многочлен, вычисляете его остаток. Если он равен нулю, то все хорошо. Продолжаем, переходим к следующей паре. Если он не равен нулю, то этот остаток мы просто добавляем к системе и, по сути, тоже продолжаем, просто переходим к следующей паре. Но, однако, нас следует понимать, что в этот момент число пар у нас увеличивается, потому что ко всем парам, которые мы рассматривали, добавляются еще пары, в которых участвует R. Вот такая вот идея. Ну, собственно, и все. Вот весь алгоритм Бухбергера. Ну, и утверждается, что за конечное число шагов мы придем в ситуации, когда все S многочлены отредуцированы к нулю. Ну, да, еще какой момент важно понимать, что если у вас S многочлен для какой-то пары F и T и F житая отредуцируется к остатку, то после добавления этого остатка ко всей системе он уже редуцируется к нулю относительно новой системы, потому что каждый многочлен можно отредуцировать к нулю относительно при помощи самого себя. Вот это вот тоже важно понимать. Ну, собственно говоря, кажется, что вот это вот основная теоретическая база, которая нам тут нужна. Давайте я сразу скажу еще одну оптимизацию, которая тоже звучала на лекции. Есть одна небольшая оптимизация, что если у вас старший член, если старший член двух каких-то многочленов из системы взаимопростые, наибольшие общие литеральные единицы, то тогда заранее вы можете утверждать, что S многочлен, так все правильно. Значит, давайте скажем только... Ну, ладно, все-таки хочется FIT и FGIT. Давайте я все-таки нарисую здесь. FIT и FGIT. FIT. FGIT. И здесь тоже. FIT. FIT. S многочлен редуцируется к нулю при помощи этой же самой системы. Как раз это означает, что в данной ситуации мы можем ничего не считать. Можем ничего не считать. Ну вот. Значит, мне кажется, весь необходимый теоретический минимум я вам рассказал. Про вот эти баллицы гребны, значит, как его находить по заданной системе порождающих идеал. Это просто алгоритм Букбергера. Мы его сейчас как раз рассмотрим несколько примеров. Дальше. Задача вхождения в идеал решается очень просто при помощи остатка. И дальше мы рассмотрим еще кое-какие задачи. Выясним, как алгоритмически решать. Давайте я вот напомню, что вот это вот третье свойство, оно нам еще не раз понадобится, поэтому будем держать его в голове. Ну, в каких-то общих, для решения каких-то общих задач. Так, ну, первая задача. Давайте у нас есть идеал х-квадрат минус 1, х-квадрат минус 1, х-вик минус y, х-з плюс z. Вот такой идеал. И требуется построить в нем базис гребнера. Ну, простая задача пока что-то. Базис найти, базис гребнера. Базис гребнера в идеале и. Ну, и тут как раз мы должны действовать строго по алгоритму. Давайте мы просто пара за парой начнем перебирать. Считаем s многочлен от f1 и f2. Старший член, не забываем тут отмечать. Значит, здесь надо умножить y f1 минус x f2. Это будет что? Минус y. Так. Плюс xy вроде так. Минус y плюс xy. Это как раз f2. И он редуцируется к нулю при помощи f2. Значит, все. Первую пару мы с вами разобрали. Увидели, что остаток редуцируется к нулю. Все хорошо. Дальше смотрим вторую пару. f1, f3, например. f1, f3. И тут у нас x-квадрат и xz. Значит, мы z умножить на f1 минус x умножить на f3. И тогда это будет минус z минус xz. Мы видим, что опять у нас получился многочлен из системы. И он при помощи себя же редуцируется к нулю. Значит, это хорошо. Теперь смотрим третью пару. Значит, на данный момент это последняя пара, которую нам осталось разобрать. Давайте посмотрим, что она нам дает. xy, xz. Соответственно, это zf2. сделать минус yf3. Минус yz, получается. Минус yz. То есть получается минус 2 yz. И что мы видим? Что это уже остаток. То есть вот yz не делится ни на x-квадрат, ни на xy, ни на xz. Потому что там везде x присутствует. Соответственно, все. Здесь мы уже пришли к чему? Что это остаток. Это остаток. И тогда по алгоритму мы должны его добавить в нашу систему. Однако давайте я сразу скажу, что здесь не надо его добавлять именно вот с таким страшным коэффициентом. Ему достаточно просто сказать, что f4 равно yz. То есть вот этот коэффициент, с которым он тут входит, он ни на что не влияет, как вы понимаете. Поэтому многочленный можно делить на любые скаляры, и от этого ничего не изменится. Соответственно, в качестве f4 мы должны взять yz. И теперь давайте, ну вот так скажем, если бы здесь получился 0, мы бы сразу доказали, что это базис Гребнера, и алгоритм закончился бы. Но здесь у нас f4 получился как раз вот, у нас получился остаток, и нам приходится его добавлять. А раз нам приходится его добавлять, значит, у нас возникают еще три новых пары, которые надо рассмотреть. Соответственно, давайте мы их рассмотрим. Так, s многочлен от f1 и f4. Это что будет? А как раз, вот видите, они взаимно просты. x квадрат и yz взаимно просты. Поэтому тут вообще ничего делать не надо. Редуцируется к нулю при помощи вот этой нашей системы f1 и f4. Так как наибольший общий делитель от старшего члена f1, да, старшего члена f4 равен единице. Все, значит, тут ничего делать не надо. Теперь f2 и f4 смотрим. Это что такое? f2 мы должны умножить на z. zf2. f4 надо умножить на x. Минус xf4. Тогда получится минус yz. Минус yz. Это равно минус yz. ну и оно редуцируется к нулю при помощи f4, да. Ну и теперь, наконец, тоже последняя пара. f3 и f4 смотрим. f3 и f4. xz и yz. Значит, надо yf3 минус x умножить на f4. Опять у нас получается yz. Мы видим, что при помощи f4 это редуцируется сразу к нулю. Все. И как раз, что мы можем сказать? Какое заключение сделать? Что все, мы нашли базис Гребнера. Алгоритм Бухбергер отработал, получил на выходе, в смысле, выдал на выходе систему из четырех многочленов. И про эту систему из четырех многочленов мы видим, что все остатки из многочленов равны нулю. Поэтому это действительно система Гребнера. Значит, она лежит в нашем идеале, порождает наш идеал. Поэтому это базис Гребнера. Итог. Базис Гребнера в идеале i это кто? Это x квадрат минус 1, x, y минус y, x, z плюс z и вот этот многочлен y, z. Так, хорошо. Теперь давайте мы разберем следующую задачу. Задачу вхождения как раз разберем. Выяснить, принадлежит ли многочлен 2x квадрат y плюс y идеалу x квадрат плюс x, y плюс 1 x, y минус y квадрат. Ну, давайте назовем его i. Это будет i, а это будет g. Вот, требуется выяснить, принадлежит ли g идеалу i. И вот как раз опять-таки тут что мы должны сделать? Мы должны все сделать по алгоритму. Сначала найти базис Гребнера, а потом относительно этого базиса Гребнера посчитать остаток. Давайте мы это быстренько проделаем. Значит, это будет f1, это будет f2. Старший член здесь вот такой, здесь вроде вот такой. Давайте мы скажем, что s с многочлен y f1 минус x f2 это что будет? x, y квадрат плюс y плюс x, y квадрат. Это будет 2x, y квадрат плюс y. Так, старший член у него вот этот. Он редуцируется при помощи f2, как мы видим. При помощи f2 надо его редуцировать как? Надо его домножить на минус 2y. Тогда получится y плюс 2y в кубе. Опять старший член такой. Мы видим, что все, старший член и вообще никакой член тут уже не делится на старший член того, что у нас есть. Соответственно, это должно быть, мы должны взять в качестве f3. Ну хорошо. s многочлен, многочлен f1, f3. Что мы видим? Что здесь старший член взаимно просты. Поэтому сразу можем сказать, что он редуцируется к нулю относительно f1, f3. Старший член взаимно просты. Теперь, если у нас берем многочлен, s многочлен от f2, f3, что мы тут должны сделать? Тут у нас они не взаимно просты, поэтому мы должны все аккуратно сделать. Равно 2y в квадрат умножить на f2 минус, похоже, x умножить на f3. Вроде так. Так, 2y в квадрат умножить на f2. Это что получается? Это получается минус 2y в четвертой. x минус x умножить на f3. Минус xy, что ли? Ну, вроде так, да. Теперь вот это вот самое xy его можно отредуцировать при помощи f2. xy заменяется просто на y в квадрат. Минус 2y в четвертой минус y в квадрат. И что мы видим? Что здесь у нас получился многочлен пропорциональный f3. Соответственно, при помощи f3 он редуцируется к нулю. Все. Значит, мы увидели, что получился базис Гребнера. Соответственно, итог. Базис Гребнера в идеале i это кто будет? x квадрат плюс xy плюс 1 xy минус y квадрат. И третий многочлен 2y в квадрате плюс y. Ну и теперь выясняем остаток g относительно этого базиса Гребнера. остаток g относительно базиса Гребнера. Ну, давайте берем g. 2x квадрат y плюс y. Старший член вот этот. Его можно отредуцировать, например, при помощи f1. минус 2y, да? Это будет y минус 2xy квадрат минус 2y. Это равно минус y минус 2xy квадрат. Теперь что мы имеем? Вот у нас опять 2xy квадрат. Значит, нам нужно помнить какие-то многочлены. Вот при помощи f2 можно отредуцировать. На что надо умножить f2, чтобы у нас старший член сравнялся с этим? Плюс 2y, похоже. минус y минус 2y в кубе, да? И мы видим, что... Смотрите, кстати, вот это вот тоже очень важный момент, который следует понимать. Что, смотрите, вот то, что мы сейчас до этого момента делали, это редуцировали вот этот многочлен g при помощи исходной системы. исходной системы f1, f2. И мы видим, что относительно исходной системы вот это уже получился остаток, нередуцируемый многочлен. То есть ситуация такая, что мы взяли многочлен g, отредуцировали его относительно исходной системы и получили ненулевой остаток. И вот как раз в этом случае у вас нет гарантии, что многочлен не принадлежит идеалу. Вот. А теперь у нас есть базис гребнера. Соответственно, мы видим, что этот многочлен пропорционален третьему многочлену из базиса гребнера. Он сразу же при помощи него редуцируется в ноль. Мы увидим, что относительно базиса гребнера наш многочлен отредуцировался к нулю. Это означает, по алгоритму, что наш g обязан лежать в идеале. Ну, собственно, и все. Вот мы разобрали. Что мы разобрали? Построение базиса гребнера алгоритма Булбергера и разобрали пример на задачу вхождения. Выяснить, принадлежит ли данный многочлен идеалу, заданному, порождаемому данной системой многочленов. Теперь хорошо. Теперь пойдемте дальше. Теперь пойдемте дальше. Разберем вот такой сюжет. Пусть у нас F1 и так далее, FK это базис гребнера для какого-то идеала И. Пусть также известно, что старший член первого, ну или на самом деле одного делится на старший член какого-то другого для некоторого и больше либо равного двух. Давайте скажем, что один старший член делится на другой старший член. тогда тогда утверждается, что F2 и так далее, FK это тоже базис гребнера для идеала И. Короче говоря, смотрите, что происходит. Вот у нас была некая система многочленов, про которую известно уже, что она является базисом гребнера. И если вдруг в этой системе найдется многочлен, у которого старший член делится на старший член другого, то тогда этот можно просто выкинуть из нашей системы и все равно то, что станется, будет базисом гребнера. Ну и вопрос к вам. Кто-нибудь понимает, откуда это должно следовать? Есть ли какие-нибудь идеи? Из критерия Булбергера как-то можно там показать, что мы и без этого многочлена справимся все приводить? Ну, тут возникает вопрос. Понятно? Нет, нет, не совсем понятно. Можно сейчас через три критерия? Вроде просто терема называется или... Вот это вот, через это свойство? Да, там где три. Если любой делится на первый, то он делится и на старший член любого делится на старший член. Первый, то он делится на старший член какого-то другого и система является системой Гребнера вот по этому третьему условию. Правильно. Ну, в общем, да, идея именно в этом. Совершенно верно. Смотрите, ситуация такая, что для того, чтобы наша система, данная система была базисом Гребнера, надо, чтобы выполнялся вот это вот экзотическое условие, про которое я вам говорил, что старший член любого многочлена делится на старший член какого-то многочлена вот этой системы. Ну вот, и если вдруг эта система обладает таким свойством, что в ней есть два многочлена, у которых старший член делится один на другой, то тогда получается так, что если вдруг у нас есть старший член какого-то многочлена G, который делится на старший член F1, то тогда он же делится на старший член F1. Соответственно, условие 3 будет выполнено для вот этой вот меньшей системы с выкинутым F1. Таким образом, по свойству 3 получается, что это действительно будет базисом Гробнера. Действительно, если G лежит в I, и старший член от G делится на старший член от F1, то тогда старший член от G делится на старший член вот этого F1. и все хорошо. То есть, и применяем применяем свойство 3. Вот как раз вот это вот тот случай, когда свойство 3 вот оно таким неожиданным образом помогает что-то доказать. Да? Ну и смотрите, теперь на самом деле ситуация такая в общем случае, что если у вас есть идеал, то в нем в принципе может быть довольно много разных базисов Гробнера. Вот тут никто не застрахован, много разных базисов Гробнера может быть у одного и того же идеала. И вот сейчас мы попробуем с вами выполнить цепочку, ну, выполнить какую-то последовательность упрощений, которая приведет к нас вот к какому-то одному базису Гробнера, который определенно однозначно. Собственно, давайте мы сейчас, я сразу сформулирую условия, которые нас интересуют. Базис, базис Гробнера F в идеале I называется минимальным редуцированным ну или кратко MRBG МРБГ значит минимальный редуцированный базис Гробнера. Если если выполнено что? Если выполнено три свойства. Первое, что для любых I и J давайте скажем так, что для любых F1 и F2 из нашей системы ну, различные старший член не делится ни на какой другой не делится. В общем, первое условие говорит следующее, что ни один старший член не делится ни на какой другой старший член. Это первое условие. Второе условие, что никакой одночлен. Поэтому давайте я скажу, для это будет про старший член, а теперь я усилию это условие и скажу, что вообще никакой одночлен. Для любого одночлена M из числа многочленов, числа одночленов входящих в F1, M не делится на старший член. И все старшие коэффициенты все старшие коэффициенты равны единице. равны единице. Еще раз, значит, что такое минимально редуцированный базис Гребнера? Это такой базис Гребнера, у которого если вы возьмете какой-нибудь многочлен, какой-нибудь в нем одночлен, то он не делится ни на один из старших членов. То есть, на самом деле, условие 1 означает, что каждый многочлен, он не редуцируем относительно остальных. Вот так, вот так правильно говорить. Каждый многочлен просто не редуцируем относительно остальных. И второе условие, это в каком-то смысле условие нормировки, что все старшие коэффициенты равны единице. То есть, если мы хотим единственности, то надо как-то до такого договариваться, что давайте договоримся, что все старшие коэффициенты равны единице. И вот утверждение. Давайте сейчас докажем утверждение, что для всякого идеала И существует единственный минимальный редуцированный базис гребнера во-первых, существует. Минимальный редуцированный базис гребнера существует. И единственный с точностью до перестановки. Так, ну и теперь вопрос к вам. Как вы думаете, как нам вообще минимальный редуцированный базис гребнера искать? Давайте докажем существование. Как вообще искать? Давайте мы предположим, что у нас есть какой-то стартуем с какого-то базиса гребнера F. Вот что мы с ним должны сделать, чтобы от него перейти к минимальному редуцированию? Значит, вот какие идеи есть? Можно по очереди перебирать, если делится, редуцировать, да, остаток брать. Ну, в общем, это есть, да, это основная идея, конечно, но первое, что мы должны сделать, мы должны воспользоваться вот этим вот свойством, которое мы перед этим обсудили, что если у вас есть какие-то многочлены, у которых старший член делится на другой старший член, тогда этот можно просто выкинуть. Во-первых, давайте скажем, что первое добиваемся, выкидываем лишнее, можем добиться, что старший член ни одного многочлена не делится на старший член никакого другого многочлена любых F1F2. F1F2, F2F2. Это точно то, что мы можем сделать, мы с вами уже обсуждали, что при такой процедуре условие быть базисом грёбнера сохраняется. Хорошо, значит, вот так мы добьемся того, что ни один старший член не делится ни на какой другой. А теперь давайте мы скажем следующее, что если вдруг у вас есть какой-то многочлен F, и вы его редуцируете при помощи вашей системы F, но только без многочлена F, к какому-то R, это остатку, то что можно сказать, верно ли, как вы думаете, то тогда утверждается, что если вот из этого F, если из этой системы выкинете ваш F, но вместо него добавите R, то тогда это тоже будет базис грёбнера. может кто-нибудь объяснить почему-то? Ну, почему они будут всё порождать, потому что мы можем просто откатить наш процесс редуцирования назад. Ну, смотрите, Артём, ну, в общем-то, вы пытаетесь мыслить в тех терминах, которые у нас были в терминах определения. в терминах свойства 3. Вот вы осознали это свойство 3. То есть, да, в общем, правильное замечание, что, во-первых, вот этот многочлен R, он получен из многочлена F, просто цепочка редукции, это означает, что вы вычитаете там какие-то, я не знаю, минус M ST, F ST, да, и сам F он изначально лежал в I, и все эти многочлены тоже принадлежат I, поэтому сам многочлен, вот этот остаток он тоже лежит в идеале. Ну, так вот, а теперь следующий момент, а что можно сказать про старший член многочлена старший член многочлена р но он по идее не должен делить ну давайте такой вопрос а как он связан со старшим членом многочлена так но я чувствую тут какой-то ступор да значит давайте я скажу что на самом деле старший член многочлена r совпадает со старшим членом многочлена с почему потому что мы на предыдущем шаге уже добились того что старший член никакой старший член не делится ни на какой другой старший член это означает что когда вы будете выполнять редукцию к остатку вы старший член ничем не убьете то есть никакая редукция не может быть применена к старшему члену потому что это старше шлению не делиться ним не надо никакой другой старше соответственно когда вы будете редуцировать до остатка вы старше член трогать никогда не будете соответственно старше член сохраниться пошли сохраниться и вот и как раз вот ровно ровно из этого свойства на самом деле и вытекает что весь набор старших членов вашей системы вот после такого преобразования он сохранится соответственно вот если вы примените свойство 3 то сразу выяснится что что выяснится что вот свойство 3 выполнялась для исходной системы многочленов но но выполняется автоматически для новой системы многочленов потому что набор старших членов один и тот же то есть вот как было как была система f-болицын гребна так и после такой замены f на его остаток она тоже останется потому что старший член совпадает и вот после того как вы вот это вот все каждый многочлен до редуцировать от редуцировать до остатка то при таких операциях старшие члены сохраняются и свой это свойство и поэтому то свойство что после редукции у вас никакой одночлен в данном многочлене не делится ни на какой старший член она тоже будет сохраняться соответственно после того как вы каждый из этих каждый из многочленов системы от редуцируйте вы придете конечной ситуации когда выполнено вот это вот свойство вот это вот свойство выполнено соответственно и единственное что вам останется после этого сделать это остается ну сделать сделать старшие коэффициенты старшие коэффициенты равными единиц и все ну то есть от нормировать останется после этого вот такая процедура это алгоритм построения минимального редуцированного базиса грёдна соответственно сначала вы кидаете лишнее затем каждую многочлен редуцируйте по до тех пор пока придут форси до остатка и после того как их с каждым это проделали у вас уже почти все что нужно остается только нормировать так но хорошо защита было как это было существование минимально редуцированного базиса грамм теперь единственность давайте мы обсудим единственность почему минимальный редуцированный базис грёбнер единстве ну пусть f1 и так далее fk и f1 штрих и так далее fm штрих это два минимальных редуцированных базиса грёбнера для одного и того же идеологии тогда вот надо доказать что эти два множества на самом деле совпадают с точностью до перестановки ну давайте я подскажу значит в каком направлении тут надо двигаться тут надо двигаться следующий направлении что f1 он принадлежит идеалу и следовательно по свойству 3 свойства 3 существует такое и что старший член многочлена f1 делится на старший член многочлена f и т штрих правильно как вы думаете что будет дальше ну то есть мы не можем добавить вот сейчас вроде если мы как-то будем добавлять друг другу то мы в итоге нет ну вопрос в том что мы не мы не собираемся добавлять добавлять мы просто смотрите у нас уже даны два множества вот одна система многочленов и другая система многочленов мы просто должны сказать должны выяснить что это на самом деле одна и та же система многочленов ну возможно с точностью до перестановки здесь кажется можно сказать что вот этот старший член у f и т штрих тоже делится на какой-то правильно правильно вот это тоже можно сказать что существует такое же что старший член многочлена f и т штрих делится на старший член многочлена f житом хорошо что дальше значит какой вывод мы должны отсюда сделать что f1 равно fg да отсюда вот такой что смотрите первое делится на второе второе делится на 3 то что отсюда следует что старший член f1 делится на старший член от их житого но такое нас невозможно в минимальном редуцированном борисе грёвно минимальной вроде грёвнора у нас никакой сташишь тенин 평г и никакой другой старший член поэтому отсюда следует отсюда следует что на самом деле же равно 1 же равно 1 и отсюда следует что еще значит если 1 делится 2 2 делится на 1 до и у всех коэффициента старше равна единиц значит тут обязательно быть должно быть совпадение старший член у нас единственная возможность когда такой возможностей старший член это он совпадает со старшим членом f1 но ну да вот вот такая ситуация смотрите вы взяли многочлен в одной системе и показали что у него старший член обязан совпасть со старшим членом какого-то другого многочлена ну отсюда сразу следует что эти системы содержат одинаковое число многочленов и между ними существует объекция сюда следует следует что м равно 1 и после и после перенумерации можно считать можно считать что старший член от этого совпадает со старшим членом от этого штрих для любого и это первый шаг это важный шаг к нашей цели доказать что эти множество совпадает но чего мы добиваемся мы пока что добиваемся того что только старшие члены совпадают она нужно доказать что сами многочлены совпадают полностью то есть f1 совпадает с f1 штрих и так далее а нам известно только что старший член f1 совпадает со старшим членом на решенных один штрих и вот здесь ключевой момент заключается следующим что давайте мы рассмотрим многочлен f это минус of it и штрих давайте мы рассмотрим их разность значит старший член одинаковая поэтому в разности они сократятся и пусть давайте мы предположим что этот многочлен не равен нулю тогда тогда старший член от их разности каким он может быть каким он может быть пропорционален ну давайте так скажем сейчас тогда тогда эта разность она лежит в идеале следовательно старший член от вот этого многочлена он делится на какой-то старший член и в житель для некоторого но а что такое вот этот старший член от этого минус of it и штрих это означает что вот этот старший член он получен как разность каких-то одночленов фитовый и фитово штрих ну разность двух пропорциональных разность двух пропорциональных одночленов фитовый и фитово штрих соответственно либо в и там есть одночлен который делится на старший член это в житель либо фитовый и там штрих тоже значит либо в фитон есть одночлен который делящий делится на это в житель либо фит и штрих есть одночлен делящийся на самый старший член какой отсюда мы должны сделать вывод итак мы рассмотрели фит минус фит штрих предположишь это не ноль тогда этот но я еще не лежит в идеале у него старший член он как-то получается он должен получиться как разность двух одночленов из f и из штрих и фитово и фитово штрих но он делится так по свойству три опять-таки он делится этот старший член на старший член какого-то f житого тогда что мы получаем что либо в фитом есть одночлен делящийся на старший член от житого либо в этом штрих и такой тогда какой отсюда вывод это не минимальная редуцированная да совершенно верно базис гербера потому что мы сказали то что любой одночлен делится совершенно верно да отсюда следует что это невозможно это невозможно по определению минимального редуцированного базиса гербер это невозможно вот такая ситуация невозможна и противоречие и отсюда значит что отсюда следует что фитово и фитово и фитово штрих вот таким образом доказывается что минимальный редуцированный базис гребнера существует и единственно соответственно давайте мы найдем этот минимальный редуцированный базис гребнера вот в каких-то примерах которые мы с вами уже сегодня разбирали давайте мы сначала посмотрим пример мы сейчас хотим просто посмотреть какой будет минимальный дизицированный базис гребнера в конкретных примерах вот берет такой ну помнить значит у нас была система это базис гребнер в каком-то идеале ну то есть в идеале порождаемым это базис гребнера и теперь давайте мы спросим вас значит является ли этот базис гребнера минимальным редуцированным давайте сразу отмечу кто тут старший коэффициент ну наверное вы видите что старший коэффициент друг на друга не делятся и кроме того все остальные члены тоже на эти старшие члены не делятся и кроме того старший коэффициенты все равны единицы в общем все условия выполнены это иначе получается что это минимальный редуцированный базис гребнера значит все окей конкретно в данном случае хорошо давайте мы рассмотрим второй пример который мы сегодня разбирали где он вот этот вот этот пример так секундочку так что-то мне не все выделилось смотрим вот эту систему и давайте выясним значит эта система тоже является базисом гребнера в некотором идеале а именно идеале порождаемом ей и давайте мы поймем будет ли это минимальным редуцированным если не будет как его найти что мы можем тут сказать смотрите внимательно наши члены так друг на друга не делятся это хорошо что еще можно заметить одночлено в первом многочлене делится на второе на старше вот это вот вот это вот самое x или которая здесь присутствует мы видим что она делится на старший член второго поэтому надо отредуцировать надо отредуцировать эти редуцируем вот это многочлен отредуцировать при помощи 2 и придем к чему значит x квадрат там x и заменится на y квадрат теперь вот в этой в этой системе многочленов что мы видим что тут у нас вроде как ни один одночлен уже не делится на старший член и теперь что осталось сделать нам еще третьим многочлен поделить на 2 осталось да совершенно верно соответственно и в клубе плюс или пополам ну или давайте напишем аккуратнее вот собственно итог минимальный редуцированный базис грёбнера это x квадрат плюс или плюс 1 x и плюс 3 квадрат и в клубе плюс 1 2 и как ну вот видишь что все условия выполнены старший коэффициент на единицы старший член ни один не делится на другой и никакой одночлен не делится на старший член другого соответственно все выполнено поэтому минимальный редуцированный базис грёбнер хорошо теперь какая задача еще нас интересует пусть у нас есть все идеал и который порождается многочленами f1 fk есть идеал же который порождается ну допустим многочленами g1 так далее же как выяснить совпадает ну в общем это один и тот же идеал или нет совпадает ли и и g значит вот что вы думаете по этому поводу можно найти минимальный редуцированный базис грёбнера и потом то изовой местности сравнить их совершенно верно а вот это вот и есть ответ задачи да значит смотрите вот у нас есть идеал и в нем находим минимальный редуцированный базис минимальные доставлены бали скобина есть идеал же и находим минимальные редуцированный базис грёбнера PROp Partnership с 20 они совпадают то понятно идет один и тот же идеал а если это один и тот же идеал то минимальные рукой bodies кто тоже должны совпадать поскольку этот этот балест определено значит соответственно совпадает только тогда совпадает только тогда значит и равно же тогда и только тогда когда минимальный редуцированный базис грёбный рад и совпадает с минимальным редуцированным базисом грёбный рад g вот опять таки вот такое вот весьма интересное решение весьма нетривиальной задачи вот обратите внимание тот факт что в общем случае когда вот вам даны из я не знаю 100 многочленов и еще даны 105 других многочленов и вас просят выяснить принадлежит совпадают ли эти идеалы ему как бы совершенно очевидно как такое решать ну вот у нас теперь есть уже конкретно алгоритмический ответ что надо делать так хорошо хотя впрочем на я сейчас я сейчас подумал увидел что на самом деле идеал идеалы совпадает и далее кто тогда и только тогда когда один содержится в другом да и что это означает что в принципе вы можете решить пособа решать последовательные задачи вхождения то есть все многочлены f1 fk должны лежать g и все многочлены g1 gm должны лежать и соответственно так можно вам найти просто базис грёбный рад и просто базис грёбный раджи и решить много задач сравнения но вот вот это вот идея с минимальным редуцированным базисом грёбный рад она приводит к цели гораздо быстрее как вы понимаете то есть тут не надо будет делать тонну вычислений проверяя каждый многочлен на принадлежность просто нужно вот применить один алгоритм нахождение минимального редуцированного базиса грёбного два раза хорошо теперь идем дальше теперь идем дальше что нам еще вот еще такой сюжет хочется разобрать пусть и это какой-то идеал и в нем мы нашли базис грёбнера вот этом сам и вот у нас есть идеал есть днем базис грёбна теперь давайте мы рассмотрим следующую конструкцию давайте мы выделим сколько-то первых переменных и раз мы и положим рк т и то есть кольцо многочленов от остальных переменных пусть рк т это кольцо многочленов от n минус к последних переменных это будет под кольцо в нашем большом кольце р так и что требуется доказать но тогда давайте так скажем что вот этот вот идеал мы можем пересечь с эрката это будет легко видеть что это будет идеал овы рк то ну почему это идеал в рк там потому что и но во первых подгруппа почему это подгруппа rk ты этот подгрупп соответственно пересечении двух подготовка всегда подгруппа кроме того если уже взяли элемент вот отсюда и умножили его на произвольный элемент из эрката то с одной стороны он должен попасть и по определению идеал с другой стороны он должен попасть в аркады по определению под кольца. Соответственно, он попадает в и пересеченные с аркады, значит, это идеал. И вот теперь вы, наверное, догадываетесь, что какая возникает естественная задача, как вы думаете? Выдерите из-за базиса Гробнера F нового базиса в новом идеале. Ну, это так, да. Но вот общая постановка такая, что вот вам даны вот эти входные данные, идеал дан своим каким-то базисом Гробнера, и вот вы зафиксировали какое-то под кольцо, с которым вы хотите иметь дело. И какая задача стоит, ну, в смысле, какая общая задача, естественно, возникает, это найти порождающую систему для идеала и пересеченной с аркады. Да, порождающую систему. Хотелось бы понять, чем порождается вот такой идеал. Но мы сразу найдем, мы сразу решим более общую задачу, мы сразу найдем базис Гробнера. То есть вот у нас дан базис Гробнера в идеале, и давайте мы сразу найдем базис Гробнера в идеале вот в этом самом и пересеченной с аркады. Утверждается, что для того, чтобы найти базис Гробнера в идеале вот в этом и пересеченной с аркады, надо просто пересечь F с аркадами. Никогда бы не подумать. В смысле, очень сложно представить себе, что вот такая нетривиальная задача решается так просто. То есть надо смотреть, вот у вас есть список многочленов, и просто для того, чтобы решить задачу, вы должны сделать что? Вы просто должны посмотреть, вот в этом списке какие многочлены, зависят только от вот этих переменных. Вот эти многочлены вы нашли, берете их, и все, это ответ. Представляете? В идеале и пересеченной с аркадом. И давайте мы это докажем. Но доказательство тоже очень простое. Значит, как вы думаете, чем мы будем пользоваться? Вот мы берем G. Третьим специфичным свойством. Да, мы будем пользоваться как раз этим третьим свойством. Смотрите, берем идеал G, ну, в смысле, многочлен G. Ну, давайте скажем G не равно нулю. Мы знаем, что существует F из нашей системы, такое, что старший член АДЖЕ делится на старший член АДЖЕ. Правильно? Но. Но. G принадлежит аркадому. G принадлежит аркадому. Это означает, что старший член АДЖЕ. Это есть просто, ну вот, коэффициент умножить на XK плюс первой степени L1, так далее. Икс в степени ЛН. Вот. Старший член вот такой. Отсюда следует, если этот старший член делится на старший член многочлена F, то тогда получается что? Что старший член многочлена F, он тоже зависит только от этих самых перемен. Правильно? Если одно делится на другое, и здесь присутствуют только перемены XK плюс один, и так далее, XN, то в делителе тоже только эти перемены могут присутствовать. Ну, давайте еще отметим, что элита H' меньше либо равно элиту. Хорошо, значит, если старший член вот имеет вот такой вид и зависит от, только от переменных XK плюс один XN, что можно сказать про весь многочлен F? Соответственно, это члены меньше, чем старшего, значит, они должны, сейчас они не могут содержать переменные с индексом меньше, чем K. Совершенно верно. Да, вот это вот есть, да, 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 вот это есть ключевое соображение вот в этой задаче, что тогда отсюда следует, что F тоже должен лежать, F целиком должен лежать в РК там, и здесь существенно используется как раз лексикографический порядок, да? Мы увидели, что вот старший член, он зависит только от переменных XK плюс один XN, соответственно, все остальные одночлены в F, они не могут содержать переменных с меньшими индексами. Но это означает, что сам F тоже лежит в РК там. Ну и что, значит, F у нас принадлежит F, F принадлежит в РК там, и мы в итоге увидели, что, что старший член, так, старший, сейчас секундочку, что хотел сказать, что F, F принадлежит вот этому F пересеченному с РК там. То есть, для каждого многочлена G, мы нашли многочлен F вот из этой вот системы, F пересеченную с РК там, такие, что старший член G делится на старший член F. И тогда по свойству 3, опять-таки, по свойству 3, мы сразу можем заключить, что это базис Гребнера, базис Гребнера в и пересеченную с РК. Вот такое вот любопытное заключение. Ну и теперь давайте как раз решим одну задачу, решим одну задачу как раз ровно на эту тему, чтобы вы понимали, как это работает. Тут возникает уже некий нюанс. Пусть у нас есть идеал И, порождаемый двумя многочленами Y квадрат плюс 1 и X квадрат минус Y. И надо найти, найти что? Пересечение этого идеала с К от X и пересечение этого идеала с К от X. То есть найти вот в этом идеале все многочлены, зависящие от X и все многочлены, зависящие от Y. Ну и вот. И теперь вот тут как раз вот тут как раз тот случай, когда мы, прежде чем решать задачу, должны зафиксировать тот самый лексикографический порядок. Потому что вот смотрите, вот в той задаче, которую мы с вами перед этим решили, мы увидели, что чтобы применить вот это свойство, мы должны упорядочить переменные так, чтобы интересующие нас переменные шли в конце. Соответственно, для И, если мы хотим пересечь с К от X, если мы хотим пересечь с К от X, нам надо сделать так, чтобы X шла последней переменной. Тогда мы должны сделать вот такой порядок. Y больше X. Y больше X. И тогда мы смотрим. Значит, здесь мы должны, во-первых, посчитать базис Гребнера. Старшие члены будут какие? Вот здесь старший член такой, а здесь старший член вот такой. Обратите внимание. Вот два старших члена. И если Y больше X, то старшие члены будут именно такими. Значит, X многочлен от F1 и F2, в данном случае это будет что? Y, так, это мы должны взять F1 плюс Y умножить на F2. Если это будет 1 плюс Y квадрат, что ли? Нет, я не то пишу. X, нет, Y, Y квадрат, вот так, Y квадрат. Вот. И теперь мы его можем отредуцировать при помощи чего? При помощи вот как раз второго многочлена F2. И мы его до чего-то редуцируем, что умножаем его на X квадрат просто. F2 умножаем на X квадрат и получается 1 плюс X четвертый. 1 плюс X четвертый. Значит, это уже будет остаток. Это уже будет остаток. Соответственно, F3 мы должны взять как раз X четвертый плюс 1. Ну, и теперь считаемость многочлен F. F1, F2 мы считали. Так, давайте F1, F3 посчитаем. F1, F3 посчитаем. Что мы получим? Что? Тут у нас сразу редуцируется к нему, потому что взаимопросты. Да, старшие члены взаимопросты, редуцируются к нулю. И точно так же мы видим, что F2, F3 тоже редуцируется к нулю при помощи F2, F3, потому что опять взаимопросты. Как раз используем оптимизацию алгоритму Булбергера, которую мы упоминали. И все, тогда получается итог. Итог, что Y квадрат плюс 1, X квадрат минус Y, 1 плюс X четвертый, это базис Гребнера. По отношению, давайте я еще раз подчеркну, по отношению к лексикографическому порядку, определяемому условием, что Y больше, чем X. Ну и теперь по предыдущей задаче, чтобы найти пересечение этого идеала с под кольцом кат-X, мы должны просто взять здесь, найти все многочлены, которые зависят только от X. Но и здесь мы видим, что присутствует только один многочлен, вот он, один многочлен, зависит от X, соответственно, какой будет ответ, что и пересеченное с кат-X, это будет главный идеал порождаемый чем? Многочленом один плюс X четвертый. Вот и все. Теперь давайте мы обсудим, теперь давайте мы обсудим, что делать, если мы хотим пересечь этот идеал с кольцом кат-Y. Тогда мы просто берем наш стандарт лексикографический порядок и смотрим, что там получается. У нас есть Y квадрат плюс один, X квадрат минус Y, и мы видим, старшие члены будут другие. Старшие члены взаимно просты. Взаимно просты. И это что означает? Это что означает? Следовательно, S. S многочлен от них сразу мы сразу можем сказать, что с многочлены редуцируются к нулю. Ничего делать не надо. Соответственно, это сразу вот это базис гребнера в идеале и по отношению опять-таки к лексикографическому порядку, определяемому X больше Y. И тогда какой итог? Здесь мы опять должны всего лишь взять многочлен, который зависит только от Y. Ну, тут мы видим, что он один. Вот он, один многочлен, зависящий от Y. Соответственно, мы можем сразу сказать, что пересечение вот этого идеала с под кольцом от Y и пересеченное с кольцом от Y это есть просто идеал порождаем многочленного 1 плюс Y квадрат. Вот и все. Ну, давайте Y квадрат плюс 1 напишу, что единообразно было. Вот. Так, ну и теперь давайте я в общем случае еще одну задачу вам расскажу, которая тоже весьма любопытна. Задача пересечения двух идеалов. Задача пересечения двух идеалов. Давайте я просто расскажу. Просто некий интересный сюжет. Время у нас чуть-чуть есть, поэтому давайте чуть-чуть вас еще задержу, но расскажу интересный сюжет. Вот у нас есть многочлены F1 Fm порождают идеал I. Есть многочлены G1 и так далее ЖК, они порождают идеал G. И теперь вопрос в том, что как найти пересечение этих двух идеалов. Пересечение непонятно как искать пересечения двух идеалов. вам одна порождающая систему, другая порождающая система. Каждая из них порождает свой идеал, а какие многочлены лежат и там, и там. Совершенно непонятно. И вот теперь мы хотим как раз найти алгоритмический ответ на то, как искать пересечение двух идеалов. И вот здесь опять-таки либо вы знаете, либо вы не знаете. Тут реально нужно придумать конструкцию. Давайте я опишу конструкцию, которая здесь помогает. Конструкция такая. Введем новую переменную. Новую переменную t. значит это все и же это идеалы в нашем кольце r. Ну, то есть x1 и так далее xn. И рассмотрим в кольце большем вот этом самом t, x1 и так далее xn. То есть смотрите, мы в наше исходное кольцо добавляем искусственно новую переменную t. Идеал вот какой h порождается вот такими многочленами tf1 tfm 1-t g1 и так далее 1-t gk. Тогда утверждается что если вы хотите найти пересечение двух идеалов и g, то это то же самое, что взять h и пересечь его с r. то есть смотрите, по исходным данным вы строите идеал в неком большем кольце. Это понятная процедура. Дальше вот в этом большем кольце вы можете посчитать базис гребнера этого идеала. Дальше для базиса гребнера вы можете посчитать вот это самое пересечение по предыдущей задаче. По предыдущей задаче пересечение искать умеем. И если мы это умеем делать, то это как раз нам дает ответ. то есть если мы сейчас докажем, что и пересеченная с g в точности h пересеченная с r, то это будет победа. Базис гребнера в h пересеченном с r мы считать умеем по алгоритму. Соответственно, он и будет базисом гребнера в пересечении и с g и с g. Ну вот, и давайте теперь поймем, почему действительно имеет место вот такое вот включение. Давайте мы сначала докажем, что i пересеченная с g содержится в h пересеченном с r. Если у вас есть какой-то многочлен f принадлежит и пересеченная с g, то тогда конечно же f содержится в r. Следовательно, осталось проверить, что f содержится в h. Осталось проверить, f содержится в h. Ну, давайте имеем. f принадлежит i, следовательно, f записывает слот в каком виде. a1 f1 плюс так далее. f am fm, где aид это какие-то r. Если f принадлежит g, то тогда он записывается в виде b1 g1 плюс так далее плюс b kata gkata, где опять же все эти коэффициенты b g это элементы нашего кольца. И вот теперь я утверждаю, что f можно представить как элемент из идеала h вот следующим образом t умножить на 1tf1 плюс так далее плюс aintfn плюс b1 1-t g1 плюс далее плюс bkata, 1-t gkata. а вот это выражение если мы вынесем 1 на минус t за скобку это будет 1-t умножить на f то есть если мы tf прибавим 1-t умножить на f мы увидим что получится f то есть действительно это верное выражение но это верное выражение через вот этот идеал h соответственно f лежит в h да значит мы в одну сторону включение получили теперь в обратную сторону почему то что лежит в h и в r оно лежит и пересечен с g но тут будет попроще тут будет попроще потому что если вы возьмете какой-нибудь многочлен f принадлежит h пересечен с r то тогда он как раз представим вот в таком виде плюс b1 1 минус t g1 ну это понятно да где где все аиде значит где все аиде бжит принадлежат вот этому от 1x большому кольцу большому кольцу но поскольку f принадлежит r то 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 тогда от t f не зависит от t не зависит от t а это означает что если вы в качестве t подставите совершенно любое значение вы получите все равно многочлен тот же самый f тогда при t равно единице что мы имеем что f равно 1 от единицы f1 плюс так далее плюс айн от единицы этот многочлен он лежит где он лежит в идеале и ну то есть да а при t равном нулю что мы имеем что вот это все исчезает и у нас останется b1 от нуля b1 от нуля g1 плюс так далее плюс bk от нуля g опять мы видим что это есть не что иное как просто комбинация порождающих идеала g соответственно результат лежит в g таким образом мы получили что f если он лежал в пересечении h с r мы показали что он лежит в i и мы показали что он лежит в g то есть он лежит в и сечении двух этих самых , следовательно, f принадлежит в и сетях принадлежит в пересечении h и все и мы в итоге доказали вот мы в итоге доказали вот это вот самое равенство которое которое тут требовалось и имея в виду это равенство у нас теперь есть алгоритм вычисления пересечения двух идеалов ну сразу сузи этот алгоритм сразу вычисляет базис гребны вот этом самом пересечении ну все давайте закончим прошу прощения что задержал но я все-таки считаю что вот такую вот красивую идею стоит стоит рассказать а можно уточнить один момент в минимальном редуцированном базисе правильно что у нас никакой многочлен не может быть отредуцирован никаким другим многочленом это вот первый пункт из определения да правильно хорошо спасибо сейчас давайте я вернусь к нему где он так это существование да вот да 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 для любых двух многочленов для любого одночлена f1 этот одночлен не делится со старших членов 2 соответственно другими словами не может быть отредуцирован да никакой одночлен нельзя отредуцировать при помощи остальных да вот это вот переформулировка эквивалентная угу поняла хорошо можно уточнить как пишется знак редукции то есть microsoft whiteboard постоянно зажевывает момент когда вы пишете его вот и я не совсем сейчас там где такой волнистый значок и стрелочка волнистый волнистая часть ну сейчас волнистая прямая потом значок стрелки знак редукции относительно системы сейчас в чем вопрос как его в тексте нарисовать нет там это я нашла как он пишется от руки как он пишется от руки ну как хотите так и пишите в смысле я не очень понял вот можно вот так я рисую вот просто волнистую линию потом стрелочку то есть линия волнистой может быть вообще любой да это конечно в смысле это грубо говоря это мое самостоятельное изобретение не то чтобы это общепринятый какой-то знак вот я как хочу так и обозначаю хорошо тогда спасибо ладно а вот в окно если у нас есть два многочлены f1 и f2 и если есть какой-то числительный порядок которым наибольший общий делитель их старших членов равен единице то в каком-то другом числительном порядке их s многочлен приводится к нулю ну вот видите вот мы видели пример вот тот пример который мы делали вот он как раз и показывает что смотрите если мы возьмем порядок x больше y то тогда старшие члены взаимопросты тогда мы сразу можем сказать что он приводится к нулю да а вот если взять y больше x другой лексикографический порядок то тут же мы опять для этих же самых многочленов мы видели что их s многочлен к нулю уже не приводится он приводится к какому-то третьему остатку то есть если я правильно понял то это точно говорит что ответ на ваш вопрос нет вот тут ничего гарантировать нельзя то есть я бы сказал что если у вас есть лексик один лексикографический порядок и другой лексикографический порядок это просто два разных мира и вот они боюсь очень слабо друг с другом связаны и именно поэтому чем решать задачи вы просто вот должны перед решением задачи зафиксировать лексикографический порядок и действует только только в рамках него менять порядок по по ходу решения задачи запрещается понятно ну что еще вопросы ладно давайте считать что вопросов нет да и александр еще вопрос да там кажется должно быть м равно к написано там где м равно единица написано где где это там там где про минимальный редуцированный говорили да 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 спасибо большое да вот увидел м равно к действительно спасибо м равно к мы заходим а то есть вопрос у вас какой-то так у Toothño не не правда что нельзя сначала система которая порождает идеала сократить пенinar hemisphere которые многочленные потом привести, потом найти базис Грёвнера и потом снова выкинуть. То есть первый шаг, он незаконный, в моем предположении. Вот смотрите, вот тут как раз у нас была ровно такая ситуация. Посмотрите, вот видите, вот когда в этом лексикографическом порядке y больше x, у нас были как раз два многочлена, у которых один старший член делится на другой старший член. Вот это вот y квадрат делится на y. И вот давайте я подчеркну, что выкидывать можно только если вы знаете, что это базис Грёвнера. Если вы не знаете, в смысле у вас нет информации, что это базис Грёвнера, вот эту операцию делать запрещено. То есть вот здесь вы не можете просто так взять и выкинуть второй многочлен, просто потому что старший член у него делится. Именно потому что вы не знаете, это базис Грёвнера или нет. Да, спасибо. Действовать осторожно всегда. С пониманием дела. Субтитры сделал DimaTorzok